Привет всем! Перед началом этого видео зайдите и подпишитесь на мой канал. Затронем очень интересную тему, поговорим о вещах, которые крадут у вас успех, уверенность и привласят в нашу жизнь только боль и разочарование. Это такие чувства, как беспокойство и депрессия. Никогда никому еще не было хорошо от этих чувств. Никогда никому эти чувства еще не помогали. Когда смотрите это видео до конца, потому что то, о чем сейчас я вам буду рассказывать, занимает 60 процентов нашей жизни и только портит нашу жизнь. Ехал я однажды в такси, стояли мы в пробке и таксист был просто взбышен. Говорил, ну почему такая плохая жизнь? Я попадаю в эту пробку уже третий раз в день. Материл вокруг всех водителей. Все было не так, все было плохо. Он был просто в таком ужасном состоянии, что не передать словами. И вот теперь скажите, что он изменит этим состоянием? Как он повлияет на пробку, если он будет в этом состоянии? Кому хуже от этого состояния? Только ему и окружающим. И все. Он ничего хорошего не делает. Он делает себе только хуже. И теперь вопрос. Зачем это делать? Зачем это делать, если от этого только хуже? Пробка никак не рассосется, если он будет нервничать и беспокоиться? От этого хуже только ему. Тогда зачем это делать, если он этим ничего не изменит? Зачем тогда люди это делают? Пожалуйста, народ, осознайте это. Это настолько просто. Если от этого только хуже вам, зачем вы это делаете? Просто прекращайте это делать. Включите музыку, расслабьтесь в машине и наслаждайтесь жизнью. И вы увидите, как кардинально изменится ваша жизнь, как изменится ваше настроение, как вам будет проще идти по жизни. Дальше ситуация. Когда я боялся летать в самолетах, вот первые разы, когда я летал, я летел с чувством тревоги, с чувством беспокойства. Вот весь полет был для меня плохим. Я летел с каким-то грузом, знаете, в очень плохом состоянии. И потом я осознал, а зачем я это делаю? Что от этого изменится, если я буду лететь в таком состоянии? Ничего. Я не спасу самолет этим состоянием. И вот когда я это осознал, я перестал беспокоиться. Смысл беспокоиться? Смысл делать себе хуже? Почему бы не расслабиться в полете и не наслаждаться полетом? Зачем я это делаю? От этого хуже только мне. Это бессмысленно. Вот это настолько просто осознать вот самые сложные вещи, самые простые. Перестаете это делать и жизнь ваша меняется. Это настолько просто осознать, что вот сейчас сесть, подумать и задать себе вопрос, а зачем тогда люди этим занимаются? Если от этого только хуже людям, зачем это люди делают? Это никак вам не поможет. Это наоборот, сделает вашу жизнь только труднее. Люди, которые вот это вот делают, эмоционально очень сильны. Если они могут загнать себя в такое состояние, они очень сильны. Они еще это подпитывают, например, грустной музыкой, грустными фильмами, смотрят, страдают. И как бы они хотят быть в этом состоянии. Но нужно осознать, что от этого только плохо. Прекращайте это делать. От этого хуже только вами, окружающим. Это же так элементарно. Я вот сейчас вот это осознаю, говорю, и мне до сих пор не верится. Зачем я это делаю? Я вот перестал это делать, и кардинально изменилась моя жизнь после этого. Когда вот люди загоняют себя в это состояние, подпитывают, подпитывают и входят в состояние депрессии. Они делают неправильно. А почему бы не делать? С точностью да наоборот. Вот почему бы себя не загнать в состояние радости, в состояние изобилия? От этого будет лучше только вам. Это пойдет вам на пользу. Люди вот это вот делают и не осознают, что они сами делают свою жизнь сложной. Они сами себе все портят. Вот когда люди взрослые, они привыкли болеть эмоционально. То есть загоняют себя в состояние депрессии, забиваются в угол. Вот им все плохо, пожалуйста, меня пожалейте. Какая плохая у меня жизнь? И что от этого? От этого к ним больше внимания. На них обращают внимание, их жалеют, и вот им это нравится. Вот они привыкли, они заигрались этим состоянием. А когда мы были детьми, мы болели физически. Мы болели, не ходили в школу, к нам было повышенное внимание, и это нам нравилось. Нам нравилось болеть. Это неправильный подход. А когда мы радовались, когда мы были счастливы, на нас родители кричали. И вот мы подсознательно к этому привыкли, и хотим каждый раз заходить в это состояние. Не осознавая того, что это только портит нашу жизнь. Когда вот люди жалуются, они хотят это, хотят. Хотят, чтобы на них обратили внимание. Вот, например, возьмем моих друзей. Они говорят, вот, у тебя есть деньги, а у нас нет денег. Какая у нас плохая жизнь? Почему у нас ничего не получается? Все плохо, все плохо. И при этом у друзей есть айфон икс. У меня нет айфона икс. У друзей есть айфон икс. Сидят себе дома, есть что покушать, сидят себе в тепле, смотрят сериалы. Ничего не предпринимают и говорят, жизнь плохая. Зачем это делать? Вы сами хотите входить в это состояние. Почему плохая жизнь? Да радуетесь вы жизни. Цените то, что у вас есть. Люди говорят, мы находимся в полной жопе. Знаете, когда полная жопа? Это когда у тебя нет айфона? Это когда ты сломал две руки, две ноги. Тебя куда-то там положили в какую-то задницу. Ты не можешь нормально ходить в туалет. Ты не можешь подсчитать книгу, не можешь поглацать айфон, потому что у тебя нет. Да ты вообще смотреть не можешь, потому что ты в придачу еще и ослеп. Вот это вот, народ, полная задница. Так что цените ту жизнь, которая у вас есть. Цените все, что у вас есть. Цените то, что вы можете ходить, то, что вы можете, не знаю, дышать спокойно. То, что вы живете сейчас в мирной стране. Цените все это. Еще вот очень важная вещь, что люди путают беспокойство с планированием. И говорят, я не беспокоюсь, я просто думаю о будущем. Планирование это одно, а беспокойство это абсолютно другое. От планирования вам хорошо, от беспокойства вам плохо. Когда вы планируете, вы делаете определенные действия, и от этого вам в будущем будет какой-то результат. А когда вы беспокоитесь, вы ничего не делаете, вы делаете только хуже. Вы просто беспокоитесь, вы просто переживаете. Задайте себе вопрос, от того, что я вот сейчас беспокоюсь, будет какой-то результат через месяц, через три года, через год. Никакого результата от этого не будет. А то, что вы планируете, сделали определенное действие, чтобы оно вам помогло в будущем, от этого будет результат. Отличайте эти вещи. Так что радуйтесь этой жизни, цениться то, что у вас есть, избавляйтесь от чувства депрессии, избавляйтесь от чувства беспокойства, потому что от этого только хуже, это неправильный путь, зачем это вы делаете, если вы уже знаете конечный результат, вы знаете как будет, вы уже не пробовали пожить по другому, почему бы не попробовать, почему бы не рискнуть и не попробовать, от этого только будет лучше, от этого хуже не станет, вам хуже, вы знаете, от чего вам будет хуже, от этого будет только лучше. Так что, народ, прекращайте это делать, и вы увидите, как кардинально изменится ваша жизнь. Я вам даю 100% гарантию. Подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой инстаграм, обязательно поставьте лайки этому видео, кто вот с этим всем согласен. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.